Всем привет! И знаете, чем у меня в последнее время заняты все мысли и дела, и все выходные? Это ремонтом и переездом. В скором времени мы на новую квартиру переезжаем, и поэтому я сейчас перебираю все свои шкафы, все свои тумбочки, смотрю, что со мной переедет, а что нет. И, конечно, полквартиры у меня косметика, именно поэтому косметика это первое, что я выбрасываю, первое, что я смотрю и шуршу. И добрались мои руки и до люкса, и до дорогой косметики, и многое из этого я действительно буду выбрасывать, потому что поняла, что оно не работает, и это не самая лучшая косметика. Но вот сегодня будет, собственно, такой разбор. Мы повыкидываем в мусорку дорогую люксовую косметику. Какие-то фирмы из этого не попадают четко под люкс, но у нас в России они стоят дорого, поэтому люкс. Так что приятного вам просмотра, и очень надеюсь, что моих ошибок вы повторять не будете. Ну и вот она моя коробочка, достаточно дорогая, и все это в скором времени полетит в мусорное ведро. Ну давайте поподробнее о каждой из этой фигни. И первое, это тональный крем Nars, о котором я вам много говорила. Во-первых, у меня оттенок Fiji, это тональный крем Sheer Glow. И вы помните, что я ему давала много шансов, и даже говорила, что вместе с капельками Smashbox он, в принципе, неплохой. Но все равно не могу я им пользоваться даже с капельками. Вот смотрите, какая получается маска. Я нанесла, не могу сказать, что много. Обратите внимание, как вот на складках он заходит. И чтобы он ровно лег, я не знаю, что нужно. Вот такая вот целая масса получается. Просто какая-то малярная краска. Поэтому летит он в мусорное ведро, и хватит уже давать ему шанс. Дальше тоже тональный крем, это уже Dior Forever. Есть у меня еще такой достаточно увесистый пробник Forever Dior Skin. Этот номер Dior Skin 30, и Forever просто 31. Что тот, что тот, мне не понравились. Во-первых, цвет, который я получаю, это какая-то странная история. Он очень желтый, с какой-то рыжиной. Он очень быстро окисляется на лице, и он делает лицо маской. То есть он не становится второй кожей, он становится действительно маской. Это, конечно, получше вариант, чем Nars, но тем не менее от Dior ожидаешь чего-то иного. А плюс он сходит с лица нереальными пятнами. Учитывая тут факт, что он достаточно желтит, и он как бы виден на лице, когда он начинает сходить пятнами, это просто. Вы такой леопард становитесь. Ну, вот этот 31 и 30. Дальше у меня будет тушь, которой я тоже давала много шансов. Это Bobby Brown. И у меня это черный оттенок. Кисточка, конечно, не придраться. Для меня это идеальная кисть. Но эта тушь ровным счетом не дает ничего. Раньше я думала, что я могу ее использовать для ежедневного макияжа. Но когда она начала безбожно осыпаться, я поняла, что даже для ежедневного макияжа я, наверное, ее не рекомендовала бы. Поэтому, девчонки, не тратьте деньги на Bobby Brown. С моке ай, кстати. С моке ай совершенно не получается с этой тушью. Поэтому в мусорное ведро сейчас же. И еще одна тушь. Видите, она у меня даже не распакованная. В разборе косметики я ее показывала. Это Yves Saint Laurent эффект накладных ресниц. И это вот этот ужас. Вот этот кошмар. Вы мне писали, что можно как бы нижние реснички прокрашивать, либо кончики. Я все равно не вижу никакого макияжа, где бы я использовала эту тушь. Поэтому какой бы прекрасной Yves Saint Laurent ни была, вот это вот, это самый настоящий дурдом. И я не буду ей пользоваться. Я не буду ничего с ней делать. Будет она у меня лежать мертвым грузом. Поэтому переезжать вместе со мной Yves Saint Laurent не будет. Теперь карандаш от MAC. Карандашик, который я покупала для слизистой. Называется он Fascinating. Для слизистой, для того, чтобы глазки были отдохнувшими. На руке он даже рисуется очень тяжело. То есть, вот такие вот мазки не дают хорошей пигментации. И когда вы рисуете им на слизистой, то, ну не знаю, как сильно надо рисовать слизистую. Или как вообще не должно быть влаги на вашей линии роста ресниц, чтобы что-то получилось. Возможно, это просто карандаш не для слизистой. Но, если честно, мне в принципе маковские карандаши не нравятся. Они очень сухие. Даже если пользоваться ими как карандаш для глаз, то бедные глазки, мне кажется, можно в какой-то момент их просто порезать в ваше веко. Очень сухие карандаши. Теперь две помадки Clinique, которые я, по-моему, тоже показывала в разборе косметики. В принципе, они улетят сейчас куда подальше. Первая помада. Оттенок Sugar Plum Pop. Оттенок шикарный. Но почему она улетит в мусорку? Вот поэтому. Она была очень мягкая. Она развалилась просто буквально у меня в руках. Измазала все, что только можно. В итоге я пыталась как-то совладать с ней. Пыталась ее там огнем поджечь, растопить, заморозить. Ничего из этого не получилось. Я думаю, что я, в принципе, ее просто срежу и положу в какую-нибудь маленькую паночку, просто чтобы не терять цвет. Но согласитесь, если вы платите деньги, то вы не хотите получать на выходе вот такой кошмар. Ну и вторая помада Clinique, которую я бы тоже не рекомендовала. Оттенок Peony Pop. Это матовый оттенок. И почему? Потому что уже не из-за качества, а уже из-за оттенка. Он очень плоский. То есть, когда вы накрасите губы, и, кстати, вот здесь на камере он передается как плизми от MAC. На самом деле, он, знаете, вы похожи на дешевую Барби. Либо на девушек, которые, ну, таких в 90-х красили таким ярким-ярким розовым оттенком. И в этой связи сразу покажу вам и маковскую помаду оттенок Hue. Это практически первая помада от MAC, которую я купила. И, в принципе, на камере он смотрится классно. Но, девчонки, поверьте мне, если вы не хотите выглядеть как дешевая кукла Барби, или как девушка из таких глухих 90-х, не покупайте эти оттенки. Если только вы точно знаете, что они вам идут. Либо используйте контур. Но, честно, мне кажется, слишком много но для того, чтобы покупать люксовую косметику. Я вот куплю помадку, но только нужен контур, только нужно аккуратно наносить, только нужно наносить только в серединку губ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Слишком много. Поэтому, по мне, лучше не париться и не тратить деньги на барахло. И еще одно тональное средство. Это Benefit. Bigger than BB. Benefit, ну, я тоже, в принципе, считаю, что это в какой-то степени люксовая косметика. Потому что у нас рассеянная не стоит очень дешево. В общем, заявляют они его как better than BB, лучше, чем BB крем. Но это что-то гораздо хуже, чем BB крем. Самая главная к нему претензия, то, что он очень заметен на лице. Это раз. И второе. Он начинает не просто окисляться в течение дня. Он начинает, я не знаю, сереть, бежеветь. То есть он реально живет своей жизнью на вашей коже в течение дня. И посмотрите, какой некрасивый оттенок. Это у нас, кстати, Beige 05. Вот ни разу не Beige. И какой-то с зеленцой, с серецой. В общем, фу-фу-фу. Бяка-раскоряка. Не тратите свои денежки. А я пойду его поскорее выброшу. И вот еще одно средство для лица. Это знаменитая терракота от Guerlain. Которой я пользовалась только потому, что еще у меня не было много косметики. У меня не было много большого выбора. И сейчас я ей не пользуюсь. И вам не советую. Что мне в ней не нравится? То, что она очень рыжая. И она... Это бронзер. Это он. Он очень рыжий. И его нереально растушевать. Ложиться он, видите, какими-то пятнами. Как-то некрасиво. Куца. И вот начинаешь его растушевывать. И происходит просто какая-то беда. Я хотела вам показать и сравнить с маковской Blot Powder Pressed. В принципе, оттенок уже сразу можно оценить. Где тут сильно рыжий, где не сильно рыжий. Мак более такой какой-то на бронзер, что ли, похож. Я его нанесу сюда рядом. И он растушевывается очень приятно. И, кстати, на теле он тоже очень приятный. То есть, им сложно переборщить. А если вы таракоты раз бомбанули, то все. Это уже на века. Еще мне не понравился вот такой вот корректор от MAC. Он называется Studio Touch Up Stick Корректор. Мне он не понравился. То, что он очень густой. И у него непонятный оттенок. Но оттенок это моя, конечно, проблема. Сама такой выбрала. Но, тем не менее. Для корректора, мне кажется, он все-таки густоват. Хотя, в принципе, густой бы было хорошо, если бы он потом не уходил. Потому что его раз растушевал, и как будто бы его и не было. Остается только какое-то дуновение. А дальше расскажу вам историю про человека, который не думает, когда что-то покупает. Это, собственно, я. Что случилось с Smashbox Brow Tech Gloss Stick. Это карандаш для бровей с эффектом блеска. Я что-то не поняла вообще, зачем я это купила. Типа, чтобы вот были глянцевые брови. Вот. Вот так видно. Видите, как он переливается? То есть, одно дело это Armani, когда он переливается каким-то перламутром, естественным цветом волоса. А вот здесь он переливается просто мокрым блеском. То есть, у вас будут брови, как будто вы из бассейна вышли. Зачем я это покупала? И почему я в тот момент подумала, что мокрые брови это будет прикольно? Не знаю. Еще оттенок вот ни разу не коричневый, а какой-то зелено-коричневый. В общем, бяко-бякостно я держу этот стик только из-за щеточки. Расчесываю ей, собственно, свои брови, либо ресницы. Пыталась я полюбить оргазм от Nars. Делала много макияжей с ними, с этими румянами. Как-то так их даже рекламировала своим подружкам. Но, к сожалению, чудо не произошло. И оргазма у меня с Nars тоже не произошло. Потому что вряд ли, наверное, что-то хорошее у меня могло получиться с румянами с таким ярким золотым подтоном. Хотя какой-то подтон. Это конкретные золотые блестки. И попробую так, чтобы видно было вам. Вот, наверное, вот так вы видите. То есть, если вы хотите, опять же, создать такой эффект макияжа из 90-х, наверное. Но сейчас в моде все такое нейтральное, все такое свежее. А вот эта вот ерунда свежести, мне кажется, не особо дает. Еще у меня не сложилось с романа вот с этим бронзером Sun Kissed от Urban Decay. Мне не понравилась его пигментация. Мне не понравился тот эффект, который на лице он создает. Он немножко плосковат. Пигментация вообще никакая. То есть, ты не можешь ее контролировать. В принципе, цвет ничего, но он вот видите, раз и все, и убежал. Я его растушевала, и его как будто бы и не было. Что и последний замухреныш на сегодня. Это вот эти тени от Lime Crime, которые я тоже разбирала в разборе косметики. Они, конечно, шикарно смотрятся именно в коробочке. И по идее, очень красивые цвета. Реально очень красивые. Но если с зеленым еще как-то можно бороться, то с фиолетовым вот я немножко чуть-чуть набираю. И видите, он как весь посыпался. Вот эта вот вся крошка, она у вас окажется в косметичке. Это я еще не особо тыкаю, и это пальцем. То есть, представляете, что будет, если это будет кисточка. Они мне подарили эти тени очень красиво и с баночкой воды. То есть, их надо активировать при помощи воды. Но вы пока наберете эти тени, уже какой-то получится кошмар. Ну вот, я нанесла их при помощи воды, и они у меня теперь оказались неровными. То есть, поскольку вот эти вот катышки какие-то собрались, теперь мне надо развозюкать все это дело, чтобы было все ровно. Рядом покажу зеленые. Зеленые, конечно, претензий нет. Но опять же, когда мы платим деньги за люксовую косметику, за хорошую косметику, мы не хотим вот этих вот некрасивых катышек. Видите, какой ужас. Ну и в коробочке, конечно, кошмар. Поэтому, в принципе, я думаю, что... Ну, когда я буду делать такие макияжи? Наверное, лучше распрощаться, нежели пачкать всю остальную косметику. И совершенно забыла, что вот что остается. Если вы убираете этот Lime Crime, это еще один повод, почему я буду ее выбрасывать. Опять же, с зелеными претензий никаких. И вот остается вот этот вот синий подтон. Мне просто реально жалко свои глаза. Такая отпечатка нафиг не нужна. Поэтому в мусорное ведро ни о чем не жалеть. Ну вот и все. Вот что я вам хотела рассказать сегодня про своих плохишей, которые покидают меня навсегда. Я надеюсь, что мой опыт для вас станет полезным. Вы тоже не будете наступать на те же самые грабли. И тратьте денежки разумно. Я вас очень люблю. Подписывайтесь на мой канал. Остаемся с вами на связи. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!